Музыка Хей, это Софи Дрим и добро пожаловать в сборный заказ номер 2 Алиса, это специально для тебя кот, ты знаешь зачем он И вот твои лошадочки, твои прекрасные коняшечки, они в упаковке, все с ними хорошо Когда я закончу на них амуницию, которую ты заказала, я тебе это все вместе отдам Алиса, а вот твоя уздечка, которая сейчас в процессе, мне осталось на нее сделать только повод и докупить фурнитуру, потому что у меня закончили серебряные колечки Все, конечно же, полностью регулируется и снимается Лошадей я покупала в Шопотаме по рекомендации одного из коллекционеров Ребята, никогда ничего не заказывайте в Шопотаме Отвратительный шинкерный магазин Чтобы вам не совсем скучно было меня слушать, я вам буду периодически переключать лошадки, чтобы вы их могли рассматривать А теперь слушайте эту довольно печальную историю Еще 30 ноября все заказчики оплатили свои заказы и я в ночью выкупила этих лошадей в Шопотаме Кроме этих лошадей, в заказе были еще две зиньятки и один марвард Но нам сообщили, что их, оказывается, нет в наличии уже только после оплаты, спустя неделю Мы все тихонечко сидели, ждали, когда же нам отправят лошадей Они, оказывается, даже часть не выкупили, таких еще и не оказалось на складе Также без нашего ведома в нашем электронном кошельке на Шопотаме проходили постоянно какие-то движения Сначала нам вернули полностью всю сумму всех лошадей, включая доставку Потом у нас забрали часть этой суммы, всю остальную Потом опять вернули, потом забрали, потом какие-то плюс, минус, сколько-то долларов Не было никаких подтверждений Мы позвонили в службу поддержки и вдруг выяснилось, что это нормально Это идиотизм какой-то То есть вы выкупили там лошадь, допустим И вам за нее вернули денег, а потом с вас за нее могут взять еще больше, так как вдруг поменялась цена Возьмем для примера даже тот же наш старый добрый бей Вы выбираете товар, вы добавляете его в корзину, вы за него платите, он к вам едет И вы получаете его на почте или же курьером там уже, несмотря какую доставку выберете За эту же цену все, больше ничего А на Шопотаме все время какие-то движения, средства В общем, это один из огромнейших минусов Также, после уже там, наверное, больше месяца ожидания модели И Марвари вообще не оказалась на складе И они его не предложили ни на кого заменить А предложили вернуть деньги Естественно, я выбрала вывод средств Где-то, я не помню, спустя дня 4 мы вывернули средства Они к нам дошли, но они дошли в размере 50% от всей суммы То есть, они вернули лишь половину денег за лошадь Почему? Что это такое? Мы до сих пор решаем этот вопрос Потому что мы это выводили через Cloud Payments Мы сначала написали Шопотам, Шопотам Нас позвали в Cloud Payments Cloud Payments нас позвали в Шопотам И туда-сюда В общем, сейчас мы общаемся с Cloud Payments Я не знаю, чей это был прокол Но, тем не менее, к нам вернулась половина суммы Естественно, девочки, которая девушке выкупала эту лошадь Мы вернули полную сумму Ну, потому что это уже не ее проблема Что вот такое вот произошло Поэтому сейчас, ну, это ужас Потом с Зиньятным все-таки кое-как вывели тоже деньги Но с комиссией Там вообще непонятно, что с ним произошло Затем, спустя некоторое время, оказалось, что мы должны им заплатить еще большую сумму Затем они попросили заполнить данные для курьерской доставки Я вообще не думаю, что там будут предлагать такую доставку Это хоть один из маленьких плюсов, да Вот Потом они проверяли мои паспортные данные дня 4 Нет, возможно, даже больше И они им не понравились, они их отклонили Поэтому мне пришлось сделать еще раз другую ксерокопию Я бегом переделала ксерокопию паспорта Я им скорее ее отправила Они ее проверяли больше недели Потом мне эту посылку, наконец, доставили Доставка достаточно быстрая, потому что я выбрала DLD или как-то так они называются Доставка, да, мне понравилась, но они отвратительно упаковали их Господи, как так можно упаковывать брейеров? Вообще что-то хрупкое Они их даже не сложили в один общий картонный коробок Они просто сложили рядышком все коробочки лошадей И обмотали в какой-то пакет, видимо, решив, что этого вполне будет достаточно Боже, я когда увидела, они же мне не говорили, что будет такой вариант упаковки Я когда увидела, что они так упакованы, я просто была в шоке Я боялась, что лошади вообще развалятся на мелкие кусочки Но, к счастью, никто не развалился Но, как обычно, мне же в видео У моей кобылки арабской потерлось ушко И, по-моему, она даже немного откололась И кончик грибы Это очень печально, потому что упаковка была как бы вывернута Вот эта вот как будто стеклянная часть, к сожалению И у них тоже коробка была немного повреждена Далее, коробки Don't Look Twice Все, со всеми стороны все хорошо, никто не потерся, слава богу Единственное, у всех лошадей коробки в не самом лучшем состоянии А также я посмотрела на боковушки коробки И они явно все были открыты, господи Они чужой товар открывали Вы понимаете, то есть это ужас Поэтому, ну, нельзя покупать шопа Тама Который я теперь называю жопа Тама Потому что, ну, это реально жопа Это никакой не жопа, а жопа В общем, на жопа Таме я вам не советую вообще ничего покупать Покупайте лучше с Эбэя, с Амазона, не знаю Через посредников берите Но только не с жопы Тама В общем, во-первых, они открывали этот товар Лошадей из коробок, конечно, не вытаскивали Но в коробках Донбук проверила Там нету каталогов, то есть они вытащили каталоги Да кто им разрешал это делать? И в моей коробке с моей арабочкой тоже не оказалось каталога В общем, такая печальная новость В коробочке с Валентиной и Жеребенком вроде есть каталог Потому что я ее как бы немного потрясла И было слышно, что там сзади что-то трынкается Из-за столь долгих ожиданий посылки Я предложила заказчикам бесплатно сделать веревочные недоудочки В общем, на всех этих лошадок я буду делать по веревочному недоудку Бесплатно, с оплеткой И, по-моему, практически все заказали их радужного цвета Фотографии с этими недоудками я обязательно опубликую в своей группе с амуницией Ссылка на нее в описании под этим видео В общем, вот такая вот история Девочки, я очень сочувствую тем, у кого не получилось купить этих лошадок Или же купить тех, которых не оказалось в наличии Потому что их не оказалось в наличии Да, спасибо огромное, жопе, таму, который сообщил нам это После оплаты товара В общем, я решила после этого случая, пренебриятнейшего Вообще не заниматься сборными заказами Поэтому этот сборный заказ был второй И последний К сожалению, да Нет, не стоит меня просить еще раз устроить сборный заказ Еще один, просто с другого сайта Нет, ребят, я этим заниматься не буду В общем, вот такая вот история Вот эти все лошадки вместе с недоуздочками А Валька вообще с амуницией, там с целым комплектом Все они скоро поедут домой И я буду ждать, ребята, от вас отзывы с фотографиями В общем, вот такая вот история Вот так вот Всем желаю всего хорошего, много новых моделей И пишите в комментариях, какие новые лошади появились у вас Или же не обязательно лошади Может быть, вы вообще себе купили новый Вальтрап на конюшне Рассказывайте об этом, делитесь своими впечатлениями, мыслями Всем-всем-всем в комментариях Я всегда их с удовольствием и с интересом читаю Просто не всегда, к сожалению, отвечаю Потому что, ну, мне ответить на комментарии в Ютубе, не знаю, не очень удобно Поэтому, если вас интересуют какие-то вопросы То лучше напишите мне их или в каком-то из комментариев ВКонтакте Или вообще лучше всего в личное сообщение Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok